Татарстан 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 в ближайшие два года планирует на 6% сократить пассивные площади сахарной свеклы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозы Республики. Такое решение принято аграрным ведомством в связи с перепроизводством сахара и сложившейся экономической ситуацией. По сравнению с прошлым годом цена на сахар упала на 35% до 19,5 тысяч рублей за тонну. В Татарстане с начала этого года зарегистрировано 7 случаев заболевания корью, 6 в Казани и 1 в Набережных Челнах. Об этом сообщает Роспотребнадзор Республики. В ведомстве подчеркнули, что все случаи завозные из Украины, Москвы и Таиланда. При этом все заболевшие были непривиты от корей по причине отказа. В связи с предстоящими новогодними каникулами специалисты Роспотребнадзора напоминают, что люди, не получившие вакцину, остаются в зоне риска. Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Более 5 миллионов рублей потратят Набережные Челны на новогодние украшения для города. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. В нем указано, что в этом году Автоград закупит 700 гирлянд и 249 цветовых фигурок, а также их техническое обеспечение. Аукцион состоится 27 ноября. Выиграет компания, которая предложит наименьшую цену. Завтра, 20 ноября, в Татарстане пройдет единый день консультации. Организует его республиканский Росреестр. Татарстанцы смогут получить разъяснение по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, узакониванию планировки, предоставлению имущественного налогового вычета и многим другим вопросам. Вместе со специалистами Росреестра участниками акции станут представители налоговой службы, пенсионного фонда, кадастровой палаты и других государственных органов. Челнинцев с 13.00 до 20.00 ждут в МФЦ, расположенном в поселке ГЭС.